Всем привет! Татьяна из Казахстана, город Шымкен. Приглашаю вас прокатиться с нами сегодня в загород, в сторону фосфорного завода. И посмотреть, что да как. Сейчас мы едем по проспекту Таукихана и подъезжаем к парку Победы. Женыс Саябак. И вот как раз-таки перекресток. Вот парк Победы. Сейчас все парки убраны ограждением. Сейчас все без заборов, без ничего. А это вот район. Раньше здесь был кинотеатр. Октябрь. Но его уже нет. Знаменитый квас от Барно. На Таукихана. Бывший ресторан Пекин. Сейчас сдается в аренду. Аксайрамская Таукихана. С левой стороны мечеть. Сейчас как раз призыв. Азан к молитве призывает. Ну а мы с вами будем ехать прямо. Это будет, получается, в сторону нефтеперегонного, фосфорного завода. В сторону Ленгера. Вот едем дальше. Сейчас впереди будет железнодорожный переезд. Но будем, получается, над ним. И тоже новая достопримечательность. Это Феркант-Сити. Очень большой, крупный торговый центр. С кинотеатрами. С кафешками. С магазинами. Вдалеке виднеется Шенкенский цементный завод. Ну вот, Феркант-Сити. Ну а в дальнейшем предлагаю, чтобы мой муж вас провел экскурсию. Здесь я уже ничего не знаю. По промышленному. Да, по промышленному. Мужская часть нашего города. Мужская часть. Очень много семей советских, бывших, связано с этой частью именно города. Потому что это большинство заводов. Здесь все было сосредоточено. Только свинцовый пресс-автомат и химфарм с той стороны города. Все остальное было здесь. С правой стороны на месте вот этого Феркант-Сити торгового центра. Внизу это был кирпичный завод. Это кирпичный завод. С левой стороны сейчас будет проезжать котлован и его карьера. Знаменитая глиноболтушка. Сейчас вот моя супруга вам покажет. Здесь сейчас построены навыки. Да, вот это пустошь. Это естественная пустошь. Это котлован кирпичного завода. Вот столько вот за время работы кирпичного завода забрано было отсюда глины. Глиноболтушка и отсюда все кразами через дорогу перевозили сюда. Вот это да. Сейчас там что-то строится в этой пустоши. Естественно, все застраивается, инвестируется, развивается. Да, ну а с правой стороны здесь построили автопарк. Да, ну, здесь есть автопарк. Конечно, и какие-то же здания новые построили. Да. Вдалеке виднеется этот цемзавод. Трубы убрали, вращающиеся печи убрали. Китайцы привезли печь по сухому способу. Сейчас цемзавод наш работает по сухому способу. Вот здесь с правой стороны, это вот проходная будет третьего автопарка. Кто работал на автобусах, должны это знать. С левой стороны сейчас будем подъезжать к району Лесхоз. С левой стороны. Ну, а направо будет дорога на шиферный завод. Чуть помедленнее можно. Ну, и также предлагаю ставить, конечно же, нам лайки, подписываться и писать в комментариях, что бы вы хотели увидеть, какие районы города Шенкента или, может быть, окрестности хотели бы посмотреть, какие улицы вас интересуют. Вот будет дорога на шиферный направо. С левой стороны вот Лесхоз. Ну, и еще, конечно, пишите в комментариях, может, мы в чем-то ошибаемся. Мы, конечно, не профессиональные гиды, да, мы родились в этом городе, обожаем его, любим, живем в нем, в нем выросли наши дети. Но все-таки, говорят же, одна голова хорошо, а две лучше. Пишите свои соображения, дополнения в комментариях. Может быть, поправляйте нас, в чем-то мы не правы. Потом, допустим, нам в любом случае не так много лет, и многие, допустим, знают больше или помнят больше. Когда живешь в городе, уже настолько к нему привыкаешь, что что было когда-то, уже не помнишь. Все это с памяти сбирается. А когда ты уезжаешь, ты непосредственно помнишь то, что было. Поэтому пишите, будем очень рады. Будем читать, и наши подписчики будут читать и познавать что-то новое с нами вместе. Вот сейчас подъезжаем к кольцу. Прямо будет завод ЖБИ, железобетонных изделий, плиты, лотки. Ну, прежде всего, конечно, плиты, панели. Направо будет дорога на нефтеперегонный. А нам нужно налево в сторону Хосфорного, ТЭД-стрит, завода ЭМИ, Шинного и многих других путейщих предприятий. Не только нашего города, но, например, в случае с Хосфорным, от будущего Советского Союза. Смотрите, осталась даже надпись. Продолжаем нашу поездку. Где мы едем? Ну, повернули налево на кольце в сторону Хосфорного завода. Раньше по этой дороге ходили троллейбусы, я не помню, какой номер. По-моему, второй. На Хосфорный до Шинного ходил троллейбус. Вот. Возможно, я тут уже промысловно. Я не знаю, что здесь, как здесь. Вот это, по-моему, сейчас будет в скором времени поворот. Направо завод ЭМИ. Там выпускали... Нет, не здесь, а дальше. Там, где Ванда Бассышна? Завод теплоизоляции. И прочее. Сейчас здесь крупнейших этих гигантов, крупнейших в Советском Союзе фосфорного завода, завода фосфорных солей сейчас нет. На его территории находится индустриальная зона, отданная в распоряжение частных предпринимателей, мелкий бизнес, крупный бизнес. У кого-то там заводы свои, фабрики, у кого-то мелкие предприятия, цеха. Ну, полностью все это обеспечено инфраструктурой, железнодорожный тупик. Очень удобно, в общем-то, да? Впереди труба, это ТЭЦ-3. Дайте внимание, налево. Вот это часть дороги, строящаяся вокруг города, кольцо. Вот, в частности, этот участок выходит на дорогу в Сайрам. Если едешь от Бакалей Торга в Сайрам, то она там выходит. Также она продлится дальше, вот такими частями, частями, вот, сегментами кольца, опояшет весь город. И будет еще одно кольцо. Ну, вот сама ТЭЦ-3 во всей Киросе. Кто здесь работал или работает, ставьте лайки, пишите в комментарии, изменилось ли, правильно ли мы все, корректно ли мы все показываем. АО-3 Энерго-Ордолык сейчас называется. Витя Энерго-Центра. Да, она снабжает теплом весь город. Вот, вот, вроде бы, сейчас тоже на ней идет реставрация котлов, потому что в прошлом году очень много аварий было по Казахстану. Ну, вроде бы, наша не так сильно изношена, как в других районах. Ну, вот, с правой стороны начинается это бывший фосфорный завод. Крупнейший в СССР завод фосфорных солей. Сырье приходилось в Жамбульской области с огромным карьером. Здесь оно плавилось. Делали селит. Я извиняюсь, делали фосфорные удобрения, которые потом развозили по всему Советскому Союзу. Сажали хлеб. Весь почти хлеб Советского Союза был на чимкентских фосфорных удобрениях. Естественно, что это стратегически был предприятием. Потому что это, ну, как бы, питание, население, да, не будет удобрений. И завтра наступит голод. Что говорят, здесь был цех по производству Напалма. Ну, это как бы слухи. Опять же, пишите в комментариях, кто здесь работал. Какие-то закрытые в цехах. Потом впоследствии в цехах найдется неплохого стирального порошка. И все. Сейчас здесь, вот его центральная проходная. Сейчас здесь вот индустриальная зона Омпустык. По казахскому языку Омпустык это будет юг. Все цеха разобраны. Разобраны, ну, как бы, розданы в аренду. Но все функционирует. Люди, конечно, не в тех и не в тех объемах, что раньше, но работают. Работают. Не пустует. Не так, как, по крайней мере, завод прессов-автоматов. Что это просто заброшенная территория, там, по которой бегают собаки. Нет, нет, работает. Конечно, не фосфорное производство, а что-то нефло. Да, вот он все едет. Он настолько был огромный, что там внутри него, говорят, ходили автобусы. Свои собственные. Из цеха в цех. Это все в дом. Скоро уже будет кончаться. И начинаются житые завод. Обратно, когда будем из Ленгера ехать, я проеду с той стороны, где отвалы кроссфорного завтра, и с той стороны, где железнодорожные пути к нему поданы. Там тоже посмотрите, с той стороны. Настолько он был огромный, столько мы уже едем. А это вот всего-навсего его вторая проходная. Гигант. Строили в свое время его товарищи, по-моему, из... Я знаю точно, что немцы. Вот уж из ГДР или из ФРГ тоже поправьте меня. Старшее поколение рассказывали. А это уже начинается шинный завод. Шерзе. Насколько я знаю, новые шины не выпускались. А вот ремонт шин производился. Шерзе. Вот эта вот высотка, это строилось его заводу управления. Девятиэтажное. Но мы сейчас ее разбираем. Шинного завода, конечно, более печальная. Выучисти он себя совершенно в современном мире не нашел. Тоже несколько цехов сдаются просто в аренду, там просто что-то есть. Кто-то мебель делает, кто-то что-то там, москитные сетки, кто-то что-то. А так вот такой огромный тоже гигант. Конечно, просто стоит в плачевном состоянии. Раз в обраду. Ну, ценных шин таких, как, например, хамские шины или белорусские, он не производил. Это Шерзе, шина, ремонтный завод. Со всего Советсоюза на железнодорожных платформах свозили сюда старые рваные шины, и здесь производился ремонт. Тоже старое поколение рассказывает, что если в автокомбинате дадут Шерзе, то это значит, что будет деревянная некачественная шина. Ну, по всей видимости, конкуренции он не выдал. Так, ну, промзона закончилась, и тут реально начинается уже жены массивы поселка Сайран. Я передаю слово своей супруге. Вот, проехали мы с шинного завода. Насколько я знаю, дальше здесь был тупик. Здесь разворачивался троллейбус и шел назад. Сейчас, как видите, мы едем по двухполосной дороге от шинного завода дальше, которая заходит прямо в жилой массив Сайран. Да-да-да, подчеркиваю, жилой массив Сайран. Бывшее село Сайран сейчас входит в агломерацию города, агломерацию Шимкент. Шимкент растет не интенсивно, а экстенсивно, то есть за счет присоединения новых территорий. Присоединили Сайран, присоединили все территории прямо до самого Султан-Рабата, до Ленгера, в ту сторону, до самого Чубарсу. Это все город Шимкент. Ну и экстенсивным способом наш Шимкент стал в 2019 году миллионником. Так что вот мы сейчас уже прямо с дороги с шинного завода въезжаем прямо в жилой массив Сайран. Налево будет центр Сайрама исторический. Это отдельный разговор. Сюда обязательно надо будет приехать. Сайрам намного древнее Шимкента, интересен в археологическом плане. Вот. Ну а направо будет дорога на Ленгерскую трассу. Нам туда. Продолжаем с вами ехать в сторону Ленгера. Проехали село Ельтай. Вот там за этими холмами Михайловское водохранилище. Сейчас будет Тогус и дачи Тогуски. Но мы их проедем мимо них. Река Бадан. Ну посмотрите, вот конец августа практически ничего нет. Она течет с гор. Весной она, конечно, учителяет. Да, здесь она полноводная, нормальная. Здесь и рыбку можно половить. Но сейчас вот в таком виде. Ну а мы продолжаем ехать. Мы едем в сторону Ленгера. И решили для вас поснимать. Продолжаем. Вот дары природы поддаются. В сторону гор. Вон горы будут сейчас становиться все больше и больше. Наши знаменитые. Ну уже как видно, что лето наше заканчивается. Уже прям чувствуется дыхание осени. Скоро все будет золотое, погряное, красивое. Воздух будет не такой жаркий. Ну и будем за город почаще выезжать к прохладе и к горам. Ну вот это село Пролетаровка, бывшее. Сейчас повторюсь, что это так же в Сушенькен. Вот. А вот один из железнодорожных переездов. И туда налево это будет дача Тогус. Все застроилось сейчас прям досюда. Но там вот дачный массив Тогус. Химик. Это тоже дачный массив разработанного фосфорного завода. Дальше едем. Уже сейчас будет указатель. Сушенькен перечеркнуто. Сами увидите, как разврасились границы города. И будет начинаться уже Ленгерский район. Село Султан Рабат. Вот Пролетаровка кончается. Начинается село Султан Рабат. И вот будет сейчас указатель. А выезде из города. Где он у нас? Еще дальше. А, вот он. Все. Мы только сейчас, оказывается, выехали из города. Да. Конечно, не мудрено, что наш Шимкен стал миллионником. Короче говоря, так. Уже миллион двести. Уже миллион двести. Замечательно. Вот, а вы знаете, что у нас есть свой Париж. И своя Эфелева башня. Вот, пожалуйста. Нам не нужно ехать во Францию. Мы здесь можем насладиться. Ну, и вот тут граница Ленгерский район. Да, и как? Район же? Да. Нравится. У меня эта арка, она вечером тоже так подсвечивается. Обратите внимание, как горы уже увеличились, надвинулись на нас. Еще каких-то километров тридцать и будет знаменитое ущелье Бурголюк. Бывшие там были пионерлагеря и зоны отдыха и турбазы. У нас в санатории там так и есть, так и работает. Оно все там работает, все. Просто пионерлагерь теперь называется школьный лагерь там и так далее. Все работает, все функционирует. Дачи Бурголюка разрослись. Там, конечно, теперь... Мы там побываем обязательно с вами. Наверное, осенью лучше туда поехать. Ну, а мы едем дальше. Видите, кисунок. Ну, вот это отвалы фосфорного завода. Лезнодорожный тупик. И запах, конечно, не устоит. Вот этот шлаг фосфорного завода отработки. Ну, вроде бы, его будут как-то убирать или кому-то продавать. Да, конечно. Да, это вот экологическое бедствие, место экологического бедствия. В Макрофе строятся дома. И, наверное, ведь он не будет слышно. Советское наследие, как говорится, наследие советских гигантов это хорошо. Что эти предприятия работали, что они здесь были. Это страшные экологические проблемы. Сами собой исторически так сказано, что они исчезли. А вот эти экологические проблемы, что свинцовый, что фосфорный, вот эти вот страшные гиганты с затронными отвалами. Сами собой оставили. Теперь мы этим дышим. Это он пьем. И, как говорится, не знаю, кто особо, что с ним делать. Свинцовый шлаг, этот металлургический, вроде бы, нашли применение. Как-то его сейчас утилизируют и вот дополнительно обогащают, в Караганду отправляют. И, как бы, оставшаяся вот эта шифта, как бы, используется в строительстве. А вот фосфорный пока применение не нашли или технологии не добрались. Вот пока что за это говорим, конечно, советскому прошлому «спасибо» в кавычках. Вот труба ТЭЦ, только, получается, с этой стороны. Это это. Это ТЭЦ. ТЭЦ-3. Энерго-орталык-3. Тепло, горячая вода. Горячая вода в городе Шингтензе только во время отопительного сезона. Всё остальное время горячей воды нет. Ну, а вот с левой стороны, это тоже наш гигант. Шингтенский нефтеперегонный завод. Сейчас им управляет китайц. Называется Петро-Казахстан. Ночью он здесь освещается. И такое впечатление, что это как будто отдельный город. Весь освещается. Он огромный. Выпускают бензин. До марки Евро-4 или уже Евро-5. Высочайших марок выпускается горючий смажный. Но мы в чемпенске их не заправляем. Горючий смажный материал. И нам он не попадает. На всех заправках говорят, что бензин шемкенский. Но это всё враньё. Обман. Наш бензин уходит на экспорт. Говорят, чуть ли не в Европу. Китайцы понавезли сюда своего современного супероборудования. Работают, конечно, наши ребята. За это китайцам огромное спасибо, что благодаря иностранцам один из советских гигантов остался на плаву. Не только на плаву, а развивается, растёт и как бы является одной из наших горностей. Высочайших марок выпускается. ГСМ отправляется на экспорт за границу. Несколько предприятий осталось в городе, которые были в советское время. И остались на плаву до сих пор. И по злой иронии, всеми ими управляют иностранцы. А именно, нефтеперерабатывающим заводом он является в хозяйственных действиях китайцев. Бывший химфарм, это сейчас Санто, это рулят поляки. Что ещё? Цементный завод. Раньше рулили итальянцы, сейчас немцы. Вот и всё, пожалуй. Всё, до чего не добрались хозяйственная рука иностранных управителей, пришло в руины. А именно, свинцовый, прежде всего фосфорный, завод прессов-автоматов, живые и так далее. Вот три завода, которые развиваются, не только живут, но и развиваются дальше, прям вот, ну, семимильными шагами. И везде рулят. Ну, вот это колесо прямо, это Ворошиловка, да? Да, это Ворошиловка налево, нефтеперегонный, ну, а нам направо в город. А вот как раз-таки поезд едет. Ну, на этом, наверное, мы будем заканчивать этот выпуск. Ну, вот слева тюрьма. А, ну вот слева, на тюрьме, на тюрьме закончим. Да. Никому туда не попадать. Всем здоровья, всем мира, благополучия. Всем большой солнечный привет. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Татьяна из Казахстана. Всем большой привет. Всем привет.